Музыка Его рабочий день редко начинается позднее половины шестого утра и редко заканчивается раньше часа ночи. Отвечать за здоровье жителей целого региона непросто, особенно сейчас в условиях пандемии. Об итогах медицинского года в ближайшие полчаса меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Доктору. Она сегодня несколько необычная, потому что, во-первых, предновогодняя, во-вторых, мы подводим итоги с министром здравоохранения Самарской области Арменом Биняном. Здравствуйте, Армен Сесар. Добрый вечер, Инесса. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Вы можете вместе с нами подводить эти итоги, задавать свои вопросы. И если говорить про прошедший год, я думаю, многие из нас вот скоро это сделают, сядут у елочки, и вряд ли кого-то минует тема коронавируса, потому что хотим мы этого или нет, но он на качество нашей жизни в этом году влиял и влиял очень сильно. Поэтому я с него, если позволите, тоже начну. И вот сегодня поймала себя на том, что перестала отслеживать. Я раньше каждый день смотрела, сколько сегодня заболевших, сколько заболевших у нас в Самарской области. Что-то перестала делать это в последнее время. Поэтому надеюсь, что вы сейчас скажете нам, что на сегодняшний день, какая ситуация с коронавирусом. Вот спустились ли мы, наконец-таки, с пика очередного? Здравствуйте, дорогие жители Самарской области, наши земляки. Наверное, вы, как и любой нормальный человек, при виде того, что опасность несколько отступает, перестаете уже следить за ее развитием и перестаете думать просто о плохом. И действительно, начиная с периода нерабочих и выходных дней, которые в нашем регионе, как вы помните, были даже на неделю раньше начаты, с 25 октября. А, в октябре, да. Да, и длились две недели. Это было то самое важное, необходимое время и формат нашей общей жизни, который позволил, наконец-то, третьей волне на территории Самарской области, третьей волне коронавирусной инфекции пойти на убыль. И этот регресс продолжается по сегодняшний день. Мы отмечаем существенное снижение количества и вновь заболевших, и одновременно находящихся на лечении. Если в пиковые дни, конца октября, с которыми мы подошли, именно к началу нерабочих дней, общее количество одновременно болеющих только с подтвержденным коронавирусом составляло более 65 тысяч человек. Одномоментно. Одномоментно, из которых, да, 35 тысяч – это подтвержденный коронавирус, еще 25 тысяч – это пациенты с ОРВИ, с подозрением на коронавирус, и почти 8 тысяч человек, находящихся на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом коронавируса. Сейчас общее совокупное количество пациентов меньше в три раза. Сейчас мы имеем на амбулаторном лечении около 12 тысяч пациентов. Тогда имели 35. Сейчас в стационарах лежат чуть больше трех тысяч пациентов. Тогда имели почти 8 с половиной. Сейчас ежедневно регистрируем около 620-650 случаев вновь выявленной инфекции. Тогда цифра подходила к двум тысячам. Безусловно, ни одна мера, ни одно мероприятие в своем моновиде не работает. Только комплекс мероприятий позволяет действительно добиться каких-то результатов. И снижение, которое мы регистрируем на сегодняшний день, для нас, для системы здравоохранения, для управления регионом в целом, отнюдь не является основанием для расслабления. Напротив, я бы даже сказал, что в такие дни принятие решения, оно более сложно и более тактически важно. Потому что одно дело, когда мы видим, что идет рост, мы понимаем, что нам нужно перепрофилировать койки. У нас просто нет других вариантов. Мы должны все ресурсы направлять на борьбу с очевидной инфекцией. А когда идет снижение, здесь мы должны трезво оценивать, насколько быстро мы должны обратно возвращать койки. Сделать ли это сразу или подождать? А вдруг за снижением пойдет подъем? И мы всегда готовимся к самому худшему, безусловно. На эту тему мы тренировались уже как минимум два раза, возвращали отделение к обычной работе. То есть сейчас уже, скажем так, врасплох нас, видимо, не застать в этом смысле. Да, у нас есть готовые планы и разворачивания койки, и обратного сворачивания, возвращения их в штатный режим работы, так называемые реверсивные планы. И два-три дня любая койка может стать как коронавирусной, так и обратно соматической. Но, что принципиально важным, считаю, что должен быть запас, конечно же. Должен быть запас такой неприкосновенный, который при внезапном изменении ситуации позволит нам максимально быстро все ресурсы бросить в бой. Он есть? Да, этот запас есть. Должен сказать, что вот в течение вот этого непростого осеннего периода, вот сентябрь, ноябрь, мы не только оказывали помощь, разворачивали дополнительные койки, но и одновременно мы закупали дополнительное оборудование. Мы превращали не кислородные койки в кислородные койки. Мы на одну койку, если был запланирован, например, только концентратор или только одна кислородная точка, мы шли уже на дублирование ресурсов. То есть на койку даже со стационарным кислородом мы закупали концентратор и также ставили его рядом с пациентом для того, чтобы регулировать расход стационарного кислорода, жидкого. А я напомню, что объем потребления области в самые пиковые дни превышал 95 тонн. И это один из самых объективных критериев, во-первых, тяжести состояния пациентов, во-вторых, их количество. Я думаю, вот вас сейчас хорошо понимает тот, кто через это прошел, тот, кого минуло, наверное, нет. Перед предыдущей волной мы все видели информацию по телевидению, что в Европе идет рост. И думали, как хорошо у нас нет, как хорошо у нас нет. Ну, уже сейчас понятно, что через некоторое время после Европы идем мы. Я, конечно, про омикрон хочу спросить вас. После триумфального появления дельты действительно страшновато. Сейчас вот очередная модификация вируса. Чего нам от него ждать? И, ну, наверное, вы мне не скажете, что он придет завтра там или через неделю. Ну, вообще, какие прогнозы? Инесса, я бы сначала продолжил вашу мысль, что действительно, когда мы уже видели дельту, но мы еще ее на области не регистрировали. И это, наверное, в немаловажной степени было обусловлено тем, что всем вместе нам удавалось соблюдать в должной степени все противоэпидемические мероприятия. В наша волна пришлась только на осень, в то время как в центральных регионах России, в Европе, эта волна пришла уже летом. Летом, да. Да. Она нам удавалось сдерживать, и рост был более планомерным. И поэтому сейчас, когда мы говорим о том, что появился новый штамм, новый генетический вариант, у которого есть свои отрицательные свойства, это высокая контагиозность и высокий коэффициент распространения вируса. Он быстрее переходит от человека к человеку. Да, чтобы всем было понятно, очень быстро заражаются люди. Да. Значит, инкубационный период еще короче, то есть от момента заражения человеком до момента, когда он может заражать другого человека, может заразить, проходит еще меньше времени. Дельта и так показал сокращение этого периода в два раза. У омикрона контагиозность еще выше. Поэтому здесь, да, мы ждем, мы полагаем, что он может дойти и до нас. В России есть уже более 20 зарегистрированных случаев, они все сейчас локализованы. Но, тем не менее, опыт работы уже более года и девяти месяцев в пандемии показывает, что нельзя недооценивать. Ни в коем случае. Принципы лечения штамма омикрон такие же. Соответственно, у нас есть запасы лекарств, у нас есть запасы средств индивидуальной защиты. И сейчас, как никогда, еще более важными становятся, опять же, элементы личной защиты. Органов дыхания, рук. То есть вы сейчас, как минимум, сказали без паники, да, граждане? Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда в наш область поступит назальная вакцина для ревакцинации? Да, спасибо за вопрос. Назальная вакцина находится сейчас на стадии регистрации. Как только она будет зарегистрирована и начнется масштабное производство, мы обязательно одним из первых регионов получим эту вакцину. Так было с вакциной «Спутник», так было с вакциной «Спутник Лайт». Благодаря инициативе нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, его личному контакту с руководством страны, с руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации, в нашу область одними из первых всегда поступают новые вакцины. И здесь необходимо только учитывать, что и период регистрации, и период ее производства имеют свои сроки. Как правило, это проходит от полутора до двух месяцев. Поскольку первое сообщение о том, что регистрация, они уже приходятся на срок трехнедельной давности, я полагаю, что надо набраться терпения и где-то через месяц с небольшим ожидаем, что, наверное, после новогодних праздников уже мы будем получать эту вакцину. Если вы опоздали к началу эфира или не узнали нашего гостя, для вас сообщу, что в студии Армен Минян, министр здравоохранения Самарской области, мы работаем в прямом эфире 202.11.22. И я про вакцины еще обязательно вас спрошу. Ну, а сейчас хотелось бы такой вопрос. Вы рассказали о том, фактически, как мы боролись с коронавирусом в течение, ну, последней волны в течение этого года. Были ли какие-то уроки, которые принесла именно последняя волна, и выучили ли мы эти уроки? Первый урок. Третья волна была существенно больше, чем и первая, и вторая вместе взятые. Цифры говорят сами за себя. Мы развернули 8,5 тысяч коек. При том, что в самые пиковые дни 2020 года это количество не превышало 5,5 тысяч. Соответственно, и все ресурсы потребления кислорода, про которые я говорил, если в прошлом году максимальные значения были 60 тонн в сутки, то на эту волну в полтора раза больше. Это было 95 тонн в сутки. Хорошо, что на территории области есть производитель, который приостановил отгрузку в другие направления, в промышленность. И хорошо, что также на уровне правительства области и личным решением губернатора было принято решение открыть производство, технологическое производство на промышленных предприятиях, для того, чтобы они свои возможности могли использовать и не забирать медицинский кислород от основного производителя. Все это позволило нам скомпенсировать. У нас не было дефицита кислорода. Это же страшно представить, что было бы. Да, нехватка кислорода – это тяжелое состояние для каждого человека, в частности, и для системы, для любой системы в целом. Кислород нам нужен как воздух. Знаете, это вот такой вот уже, наверное, слоган, девиз этого периода пандемии. Итак, первый урок – то, что нужно всегда готовить максимальные ресурсы. И они сейчас у нас заготовлены. Сейчас мы снижаемся, мы идем на послабление, но ни один наш ресурс не находится в состоянии какой-то глубокой консервации. Напротив, скорейшая мобилизация каждого направления работы. Второй урок – это важность соблюдения противоэпидемических мероприятий, профилактики. Мы с вами говорили перед эфиром, когда мы имеем уже заболевшего человека, значит, мы уже что-то не доработали. Все вместе уже что-то где-то упустили. Кто-то где-то не соблюдал защиту свою личную, кто-то где-то пренебрегал необходимыми правилами поведения. То есть уже риск реализовался. А когда реализуется один риск, всегда может реализоваться второй, третий, четвертый и так далее. Вслед за развитием заболевания пойдут осложнения, за осложнениями другие осложнения и так дальше. Поэтому, когда мы видим уже больного человека, мы имеем уже состоявшийся риск. И мы понимаем, что здесь нужно бросать гораздо больше усилий, чем то, что мы могли все вместе потратить на профилактику. Я не имею в виду, причем, финансовые средства. Я имею в виду наше здоровье, здоровье наших тел, наших организмов. Поэтому профилактика в первую очередь. Пусть лучше мы потратим больше времени на защиту своих дыхательных путей, больше усилий на это. В пять раз чаще будем мыть свои руки и не будем необдуманно выходить из дома, посещать какие-то массовые мероприятия, побережемся. В итоге мы получим гораздо больше преимуществ. И третий урок. Вакцинация. Разве может быть вакцинация уроком? Она является, с одной стороны, уроком для тех, кто вакцинировался и не заболел. И уроком для тех, кто не вакцинировался и заболел. Это самое действенное мероприятие. Это можно сказать, что из всех медицинских непосредственно манипуляций, процедур, единственное, направленное на стоп-фактор инфекции. И его неиспользование, его недовостребованность является для нас, наверное, самым сковывающим фактором нашей руки и нашей действия. Мы должны как можно шире, всюду, везде, круглосуточно, в любом месте вакцинироваться. Для этого в регионе создана большая инфраструктура. Никогда ранее подобного ничего не было. Более 200 пунктов, 24 мобильных пункта, 11 круглосуточных пунктов, общественные площадки, торговые центры, библиотеки. Какой процент жителей вакцинирован уже? На сегодняшний день вакцинировано чуть более 1 миллиона 600 тысяч жителей. Половина? Это половина населения нашего региона. И это 79% от плана вакцинации. А план, напомню, это 2100 человек. Что эквивалентно, прошу прощения, 2 миллиона 100 тысяч человек. Что эквивалентно 80% взрослого населения. Вот одним из мотивов людей, которые не желают вакцинироваться, является то, что вакцинация не спасает от заболевания. Я думаю, что вот ответ на этот вопрос вы знаете. Вы знаете, мы никогда не говорили, что она создает 100% защиты. Да, к сожалению, она не создает 100% защиты. Но она позволяет, даже если вы заболели, существенно легче перенести заболевание. Процент тяжелых форм в 4-5 раз меньше у вакцинированных, чем у невакцинированных. На сегодняшний день из всего количества госпитализированных в стационары, около 16-17% это тяжелые формы. Это потенциально неблагоприятные исходы. За каждого из них приходится очень сильно и много бороться. При этом процент тяжелых форм у вакцинированных ранее – это 2-2,5%. Разница налицо. И именно это является для нас точным, аргументированным убеждением в разговоре с любым человеком. Это цифры, взятые из нашей жизни. Это не тезисы из теории. Нет, это уже практика. Практика наблюдения 1 миллиона 600 тысяч, 4 тысяч вакцинированных. Давайте зрителей послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Понятно, что сейчас все внимание предоточено в основном на ковиде, на лечении этой инфекции. Но вот у меня родители оба болеют сахарным диабетом. Мне, насколько я знаю, садистика у нас такая тоже по сахарному диабету высокая. То есть заболеваний много, особенно для людей пожилого возраста. И мне хотелось бы узнать, может быть, появились какие-то новые инновационные места для лечения вот этой зубкой болезни, которая еще очень много осложнений дает и последствий. Спасибо. Как раз сегодня, по-моему, в сетях появилась информация о том, что зарубежные ученые какое-то уникальное средство лечения сахарного диабета нашли. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, которое поражает людей всех возрастов. На территории нашего региона около 117 тысяч больных с сахарным диабетом. И медицинские технологии, инновации в лечении этого заболевания, они носят такой непрерывный характер достаточно. И на сегодняшний день, если говорить о диагностике, о мониторинге, это средства непрерывного мониторинга, которые позволяют оценивать уровень глюкозы, сахара крови с помощью специальных приложений и позволяют не доводить пациента до гипогликемии, то есть до тех состояний, когда сахар снижается на фоне инсулинотерапии. Что касается непосредственно лекарственного лечения, то существует около 80 разновидностей препаратов для лечения сахарного диабета. Это и таблетированные, это и парентеральные инсулины. Проводят отдельные исследования по имплантации вот этих островков Лангерганса донорских в поджелудочную железу. Эти разработки пока находятся в экспериментальной своей стадии. Достаточно успешно зарекомендовали себя, в том числе и операции по поводу создания шунтирующих путей между желудком и кишечником. Именно у пациентов с определенным видом диабета, там идет очень строгий отбор, и у которых есть повышенный индекс массы тела. А вот люди с сахарным диабетом, с онкологией, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, где лечились они в течение всего этого года, с учетом того, что большинство лечебных учреждений было красными зонами? Ну, во-первых, два ключевых направления, это онкология и сердечно-сосудистые заболевания, продолжали работать в том же режиме, в каком и работали всегда. Мы ни на один день не приостанавливали работу подразделений, ну, наверное, за исключением тех небольших временных периодов, когда в самих отделениях были какие-то вспышки заболеваний. И областной кардиологический центр, клиники медуниверситета, Тольяттинская больница имени Баныкина, которая отвечает за сердечно-сосудистую помощь в городе Тольятти. Все они работали в режиме 24-7. И все объемы помощи, как известно, каждая больница в начале года от фонда обязательных медицинских страхований получает планируемые объемы, которые высчитываются путем многолетних калькуляций, средних арифметических и тот объем помощи, на который запланированы финансирования. Так вот, все учреждения получили в полном объеме необходимые финансы и в полном объеме их выбрали. Количество услуг, оказанное в этом году, превышает количество услуг, оказанное в прошлом, позапрошлом. То есть мы все время идем по нарастающей. Поэтому эти два направления работали и работают, и будут работать в том же режиме. Да, мы закрывали отдельное отделение эндопринологического профиля, ревматологического профиля. Мы старались при этом пациентов вести дистанционно с помощью телемедицины. Больше работали врачи поликлинического звена. Это делалось, конечно, из соображений и необходимости коечного фонда, но и из необходимости и соображений безопасности для этих пациентов. Потому что госпитализируем мы их в стационар, в любом случае в стационаре риски инфицирования выше. Вирус для них просто крайне нежелательный. Конечно же. Поэтому мы предпочитали оставлять их дома, лечить их дистанционно, амбулаторно. Тем более многие хронические заболевания так и лечатся. И вакцинировать их в этот промежуток. Не просто оставлять дома, а вакцинировать их на дому. Не представляю, какими силами вы это делали. Давайте еще зрителей послушаем. Алло, здравствуйте. Вам нет? Да, я вам. Спасибо, что дождались. Слушаем вас. У меня онкология. Уже 18 лет как почку удалили. Сейчас метастазы 6 штук. Летом была информация, что разрабатывают вакцину. То есть изучают, можно ли онкологическим делать перевиску или нет. Что сейчас нового там? Можно или нет? Да, спасибо. Очень актуальный вопрос. Да, желаю вам, конечно же, здоровья. И с нашей стороны сделаем все, чтобы помочь. Вакцина «Спутник Ви» разрешена для применения онкологическим пациентам. Здесь необходимо выбрать период, который там между химиотерапиями или там между химиотерапией и лучевой терапией. И вот в этот вот свободный промежуток можно провести вакцинацию. У нас, к сожалению, меньше 4 минут уже остается. А у меня очень много еще к вам вопросов. И мне кажется, важно было бы поговорить о том, что помимо борьбы с пандемией происходило в регионе за этот год, происходило ли, появлялись ли какие-то новые учреждения, особенно в районах. Мы знаем, что очень сложно в отдаленных районах. Появлялось ли какое-то новое оборудование? Вот если можно, может быть, в нескольких словах. Ну, 4 крупные стройки, с которых 2 уже завершены. Это модульные корпуса в больнице Середайной и в Тольятинской больнице. Завершается инфекционный корпус в Сызрани. Начат детский инфекционный корпус в Самаре. Вот очень его ждут, да. 22 фельдшерско-акушерских пункта построено. Сейчас они проходят стадию лицензирования и будут уже запущены в работу. Оснащение оборудованием в рамках как национального проекта здравоохранения, онкологических учреждений, региональных сосудистых центров, УЗИ-аппаратами, аппаратами для реабилитации. Отдельный акцент сделали на реабилитацию. Понимаем, как это важно. Количество пациентов становится больше. Мы успеваем их вылечить, но зачастую не успеваем реабилитировать. Поэтому в этом году намеренно сделали акцент. И в крупные больницы действуют неврологические отделения. Там оснастили их реабилитационным оборудованием, стабилоплатформами, другими методами. Модернизация первичного звена здравоохранения, пятилетняя программа. Только за этот год куплено более 880 единиц оборудования во все центральные районные больницы. Сокуплены маммографы, флюорографы, эндоскопические установки в каждой ЦРБ. За последние две недели объездил 6 районов. Лично посмотрел эндоскопическое оборудование, как хирург оценил его работу. Такого не было много лет. Дальше продолжается развитие детского здравоохранения. В этом году 40 миллионов рублей было выделено на детские поликлиники, на детские отделения. Для того, чтобы сделать широкие входные группы с открытыми регистратурами. Для того, чтобы информационные системы работали быстрее. Чтобы одним кликом можно было и записаться, и получить направление на другие услуги и так далее. Ну и, конечно, ряд серьезнейших решений на региональном уровне. Это обеспечение стомированных больных, это обеспечение лечебным питанием палеотивных детей. Это уже мероприятие этого года. Это реализовано в этом году. И важнейшее мероприятие следующего года, это обеспечение детей с сахарным диабетом и беременных женщин системами непрерывного мониторинга. Это новая веха действительно, это средства регионального бюджета, это решение губернатора, правительства области о выделении этих средств и дальнейшая работа в этом направлении. Это создание службы неотложной помощи для пациентов инфекционного профиля сейчас, а дальше это будет работать для всех остальных. Буквально 25 числа придут 30 автомашин класса Ларгус на скорую помощь. Тем самым мы разгрузим ресурсные газели для больных, которым необходимо оказание помощи на дому. А для тех, кого нужно просто доставить на стационар, на компьютерную томографию, на осмотр, мы будем использовать машины другого класса, их станет больше. Армен Сисакович, если можно, в двух словах, но обязательно хочу спросить, вот перед тем, как попрощаться, что можем мы, чем мы можем помочь медикам, чтобы остановить вот эту всю беду, прямо в двух словах. Просвещение. Мы сегодня должны постоянно все учиться. Мы должны всегда смотреть на себя со стороны и оценивать себя. Сегодня мы ежедневно получаем новую информацию, перевариваем ее и передаем своему населению. Благодарю вас. Давайте вместе бороться с этой бедой. Наверное, врачам одним все-таки сложно с этим справиться. Ну и успехов нашему здравоохранению вам лично в наступающем году. Спасибо, будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!